Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Два месяца назад обидел парня словами, и его из-за меня удалили по моей вине из одного проекта в Телеграме, в котором мы оба участвовали. Выщите вы. Смотрите. Здесь ситуация следующая. Проблема заключается в вашем чувстве вины. Дело в том, что когда человек чувствует вину свою, вот, это у другого часто вызывает зло, потому что вина это, по сути, такая, ну, завуалированная, как бы, злость. То есть, вина, это злость, которую вы себе запрещаете, по большому счету. И вина, в какой-то степени, также свидетельствует о том, что вы позволяете человеку нарушать ваши личные границы. Потому что, ну, вы говорите, например, о том, что из-за вас там, да, вот, его удалили и так далее. Но ведь есть еще и его активность, помимо вашей. То есть, помимо того, что вы что-то делаете, а еще и он что-то делает. И если с ним что-то происходит, то это все-таки его ответственность, а не ваша. Как вы думаете сами, вот, то есть, ну, считаете ли вы так или нет. Проблема заключается в том, что, если вы так не считаете, то вот вы будете, так или иначе, чувствовать вину, ну, свою, вот. Так или иначе, вы будете ее ощущать и, соответственно, ну, можно будет этим в той или иной степени пользоваться. Можно будет, вот, и, значит, это вот будет вызывать, ну, такую вот негативную, как я думаю, реакцию. Со стороны, вот, как раз, другого человека. Поэтому, если вы, как бы, ну, не хотите, да, чтобы люди так реагировали на... Ну, на ваши, вот, извинения, например, и так далее. То, что я думаю, что самое лучшее, что вы можете сделать здесь, в этой ситуации, это делать упор. Не на чувство вины и не на извинения, как вы, например, делаете это сейчас. Ага. Я думаю, что вы можете говорить человеку о том, чего вам хотелось, ну, вообще, в принципе, что вам было нужно. То есть, вот вы это сделали, да, вот, ну, сделали то, что сделали. То есть, там, сказали ему что-то, да, или как-то себя проявили, вот, и, соответственно, нужно постараться увидеть, да, что я вот хотел этим, этим вообще. То есть, ну, какое значение для меня это имело, то, что я вам сказал. не просто так вы использовали эти слова. Очевидно, ну, очевидно, что если вы сказали какие-то слова, то, ну, по всей, по всей видимости, вы находились в каком-то переживании, да, вот, вы находились в каком-то эмоциональном состоянии своем, вот, и это эмоциональное состояние, оно, вот, и привело к тому, что вы сказали эти слова. Но потом вы сами же, эм, от этого, получается, отказались. И когда происходит так, когда человек отказывается, вот, то другой человек автоматически воспринимает это как то, что, эм, несмотря ни на что, несмотря на то, что, э, внешние потребности немножко другие. Но человек воспринимает это как то, что его партнер просто ненадежный. Вот, понимаете, да, какая здесь получается штука. И отсюда у молодого человека на вас получается злость. Именно поэтому он на вас злится, в том числе. Потому что, может быть, он и видит где-то, что, э, ну, в чем-то, например, он сам мог бы, мог быть не брат. Но, когда вы извиняетесь, да, и, по сути, вот, так реагируете на, например, его злость, которая нормальная, когда что-то происходит. Вот. Вы, соответственно, что, снимаете с человека ответственность, вы говорите, что твоей ответственности здесь нет, это все, моя ответственность. Вот. И, для определенного, это угроза. Вот. Угроза, что за него, вот, могут, ну, брать ответственность. То есть, а, сам-то я, как бы, с чего стою, да, сам я стою, а с чего там вообще. Ну, например. Вот. Примерно. Такие, э, мысли могут быть и такие процессы могут происходить. Дальше. В Телеграме мы общались, до этого инцидента общались каждый день, до поздней, но уже говорилось, что очень нравилось, все это было взаимно, друг друга видели, но уже вы не встречались. Ну, я думаю, что то, что, вот, вы пишете здесь, говорит о вашем, ну, вот, какой-то, знаете, такой тенденции, там, больше, наверное, избегать живого общения и контакта, потому что, ну, то, какое отношение вы придаете человеку, которого вы никогда в живую не видели, да, ну, вот, это, конечно, немножко настораживает, потому что отношения такие, такие, как у вас, вот, ну, вряд ли, на мой взгляд, могут быть прочными. В общем-то, какие-то, какие-то проблемы, ну, в отношениях, да, вполне себе могут быть. В этом нет, на мой взгляд, что-то, ну, такого, чего-то такого, аномального. То есть, и люди ошибаются, и действия какие-то совершают, вот, а которые, ну, можно было бы не совершать. Это нормально. Вопрос заключается в том, что в этом процессе и узнаются, люди. Понимаете? То есть, вот, в этом процессе, когда, когда происходят такие ситуации, люди и узнаются. И в этом процессе мы узнаем, кто есть кто, по сути. то есть, ну, вот, мы видим, как человек решает проблемы, мы видим, как человек вообще, значит, реагирует на проблемы, вот. И, в общем и целом, да, готов ли он эти проблемы, как-то, ну, вот, преодолевать, готов ли он как-то их решать. Мы видим, к сожалению, что, вот, ваш молодой человек, ну, вот, как будто бы не готов решать проблемы, да, он предпочитает, там, те действия, которые он делает. Дальше. После ссоры я извинялся, общался продолжим, у него холодок с всего-всего с вами появился. Да, очевидно, что здесь, ну, возникало препятствие. Вот, первое, да, то есть, ну, какая-то, вот, проблема, да, возникает, возникает, вот, возникает, значит, какая-то, ну, ситуация не очень, не очень приятная, вот. Что, в целом, мне кажется, ага, абсолютно, ну, нормально. Вот. То есть, мне кажется, что это нормально, что, вот, ну, в его, образно говоря, в поведении появился холодок, как вы говорите, вот. Потому что, ну, действительно, ему там было обидно, и, может быть, он, вот, как-то болезненно, да, воспринял то, что произошло. Но ваши, эээ, извинения, вот, что нужно понимать, да, что ваши извинения не способствуют тому, что человек это проживает. Потому что, вы, эээ, по факту, сталкиваете его с тем, что можно ответственность за это приложить на вас. Что, в принципе, он успешно и делает. И, эээ, вот, такую стратегию, если угодно, если угодно, поведенческую, вы выбираете не случайно, а вы выбираете потому, что, на мой взгляд, начинаете чрезмерно человека, ну, как бы, тяготеть к человеку, вы начинаете. То есть, вот, вы говорите, что вы к нему привязались. Вот. Именно то, что вы к нему привязались, да, и способствует тому, как, как вы себя, в общем, ведете. Другое дело, что это такое, это привязанность. Что она из себя представляет? Чаще всего, привязанность – это определенные потребности. Понимаете, да? Эээ, это определенные потребности, которые, в общем-то, есть у человека, то есть, ваша привязанность к, эээ, ну, вот, к мужчине, да, к молодому человеку – это, по сути, вот, некие такие потребности, которые вы можете, по вашему мнению, удовлетворить только с ним. Вот. Ну, например, например, вам кажется, что больше никто к вам так хорошо, хорошо относиться не будет, как вот молодой человек. А, может, так вполне себе казалось. И отсюда, вот, ваши, там, все действия. Большая проблема здесь заключается еще и в том, на мой взгляд, большая проблема заключается в том, что действия, совершенные из, эээ, такой мотивации, они являются, как бы это сказать, искренними. Вот. И это чувствуется. когда, эээ, вот, например, какая-то, ну, допустим, забота, да, или что-то еще проявляется не для человека, да, потому что, вот, ну, я так чувствую и мне так хочется, а для себя. Это тоже рождает, рождает не очень приятные ощущения. Ощущение. Дальше. Дальше. Так, эээ, значит, эээ, все два месяца я пытался его реанимировать, проявлял заботу, развлекал, поддерживал. Ну, это вот классический, эээ, сложно придумать в данном случае, лучший способ, эээ, настроить против себя, человека, потому что, по сути, вот, такое ваше поведение, да, оно является, как бы, напоминанием мужчине, мужчине на то, что произошло, вот, ну, произошла, там, какая-то, вот, неприятная, эээ, ситуация, да, вот, произошли, там, какие-то, вот, нежелательные, эээ, события, вот, ну, в его, в его жизни, и, соответственно, любое, вот, ваше действие, каждое, где вы, вот, как говорите, развлекаете его, и прочее, это, вот, напоминание, к сожалению, об этом, то есть, по сути, вы стали для него напоминанием, вот, о каких-то событиях, да, которые, вот, произошли, вот. Вопрос, для чего вы это делаете? То есть, опять же, здесь складывается, складывается такое впечатление, что вы это делали, то есть, вот, реанимировали его, развлекали, и так далее, чтобы вернуть его привычное поведение, его привычное отношение, если хотите, эээ, к вам. Но, момент заключается здесь, эээ, важный в том, что, человеку, эээ, как мне думается, эээ, нужно время, для того, чтобы, эээ, ну, прожить, эээ, ну, какую-то, вот, тяжелую, эээ, ситуацию, для себя, тяжелую, неприятную, эээ, ситуацию. И получается, получается так, что вы, как будто бы, не принимаете этого, вот, эээ, вы, как будто бы, вот, эээ, не принимаете, эээ, значит, то, что человек, ну, может, вот, эээ, как-то, ну, из, из, измениться, да, например, например, вот, вот, я думаю, что, эээ, это, это может быть, а, такой, вот, довольно, ээээ, значит, серьезный, ээээ, проблемы. Вот. Потому что, эээ, вы здесь, как бы, человека отвергаете, и, опять же, повторюсь, есть ощущение, что делаете вы это для, ээээ, ну, для себя. Вот. Дальше. Эээ, чем больше проходит времени, тем больше он и это молодца ср-ср-ср-ср-ср-ср..срдился. Ну, это нормально. Иногда отходил, был, как прежде, как прежде ласковым, а иногда прямо находил и на небо. Так два месяца и про-общал, общались, без чтивы. Ну, я думаю, что, опять же, вам уже теперь, надеюсь, понятно, как всё это происходит, надеюсь, теперь это таких вопросов не вызывает у вас. Вопрос заключается в том, да, какое значение для вас имеет его ласковость, вот что здесь, как мне кажется, очень интересно, потому что одно дело, одно дело, если вы хотите просто, чтобы, ну, человеку было хорошо, и просто, ну, выражаете, да, и проявляете человеку то, что вы чувствуете сами, и совсем другое дело, если вы делаете это вот для того, чтобы он был, условно говоря, ласковым, как раньше, вот. Ну, я думаю, что разницу вы понимаете сам. Дальше, не так давно вспомнил эту историю снова, и опять немного упал с извинениями, просьби сказал бы, и через пару дней он меня бросил. Ну, здесь понятно, вы его отталкивали таким поведением своим. Вопрос заключается в том, насколько осознанно вы, вот, все время изменялись, то есть, ну, для вас это обычное дело, например, что вы, вот, как, как, ну, как говорите, вот, падаете, падаете в ноги, то есть, для вас это, для вас это обычно, обычное дело, чтобы падать в ноги, или То есть, вот, как это, ну, как это для нас, вообще, насколько это, ну, нормально, насколько это, для нас, естественно, и так далее, вот. Понимаете ли вы, что, ну, вот, в целом, это, ну, поведение, которое, которое вас может истощать, это поведение, которое вам, там, плохо становится, и так далее, вот. То есть, грубо говоря, вы унижаетесь, вот, ну, принижаетесь, точнее, вы принижаете себя. Здесь вопрос в том, вот, для чего, да, то есть, ради чего, и, вот, замечаете ли вы то, что делаете. По поводу того, что он вас бросил, вот, тоже, очень интересный момент. А почему вы считаете, что он вас бросил, если, фактически, вы, ну, как, как я понял, не встречались. Вот, если только не называть встречанием, значит, такое взаимодействие людей, когда они даже друг друга вживую не видели. Вот. Ну, и то, что вы говорите, что он вас бросил, значит, это история про то, что вы себя так чувствуете. Чувствуете. Чувствуете, что вас бросили. Если вы чувствуете, что вас бросили, это история про вот, нужность, про собственную ценность, которую вы не чувствуете, ну, и так далее. Значит, полностью перестал писать, просил, почему одолелся, ответил, что у него, что он устал. Я тоже перестал его трогать. Опять же, насколько осознанно вы здесь себя ведете, да, то есть, вот, вы спросили его, почему он перестал писать, а как вы это восприняли. Понимаете ли вы, что значит то, что вы запрашиваете обратную связь от человека. Дальше. Через неделю снова написала с просьбой начаться сначала и забыть, что вы делали эту неделю и что сподвигло вас написать. Сказала, как он мне важен, ковриком перед ним выстрелилась. Вот опять. Да, вы как будто бы смакуете свое принижение. Вот хочется как-то увидеть, насколько здесь вы осознаете то, что делаете. Ведь если вы коврик, то человеку, получается, нужно быть с ковриком. Он разозлился еще, похоже сказал, что ему просто телеграм надоел, больше не пишу ему и он тоже. Две недели молчим. Как быть? Можно ли его вернуть? Ну, если перестаньте извиняться, если найдете точки соприкосновения новые, для этого вам нужно поработать со своей ценностью, то да. Может быть. У меня каша в голове. Из чего? Неужели он за два месяца не смог меня простить? Ну, дело не в этом. Дело в том, как вы себя вели. Ведь за 10 дней до его китка, когда ему сказалось, что мне без него дышать нечем, очень скучаю, он так обрадовался и мило общался, потом резко ушел и все забыл. Не забыл просто, что для него это имело не такое значение, как для вас. А вас не смешает, что вы не можете без него дышать? Это похоже на зависимость. Тогда уже работать нужно именно с ней. В общей сложности общалась полгода, очень близко привязалась к нему, но с привязанностью тоже можно поработать. На этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь, не затягивайте, потому что вам может стать хуже.